Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на канале Связать можно все. И сегодня я вам хочу рассказать, как вязать в технике брумстик по кругу. Всем приятного просмотра! Итак, вяжу я себе снуд в технике брумстик или перуанского вязания. Вот таким вот образом. И снуд я этот вяжу в один оборот по кругу. И я подумала, что возможно кто-то не знает, как вязать по кругу. Именно в технике брумстик с помощью линейки. И сегодня я хочу вам показать. Каждый ряд вытянутых петель я вяжу после ряда столбиков без накида. Вот как вы здесь видите, у меня идут столбики без накида, столбики с накидом. Вот здесь вот столбики без накида, столбики с накидом и столбики без накида. И именно из столбиков без накида я и вывязываю эти вытянутые петли. Мне это нравится больше, чем если вывязывать из столбиков с накидом. Ну, как-то получается более аккуратно, что ли. Как вы знаете, что можно вот эти вытянутые петли вязать вот после этого ряда. То есть вы когда провязываете эти арочки с помощью столбиков без накида, и затем сразу можно идти вязать вытянутые петли. У нас ряд столбиков без накида я провязала. И теперь, вот я провязала последнюю петельку. И теперь мы делаем соединительный столбик. Провязали соединительный столбик. Можно было бы сейчас уже вытянуть петельку и делать вытянутую петлю. Но тогда здесь вот будет разъезжаться эта петелька, потому что она не фиксируется, а мы линеечку потом будем вынимать. Поэтому, когда вы сделали соединительный столбик, нужно сделать воздушную петлю и хорошенько ее затянуть. Для того, чтобы вот здесь вот она была совсем-совсем маленькая. И теперь вытягиваем нашу первую петельку для промстика. Вытянутую петлю. И одеваем нашу линеечку. И далее мы в каждый столбик без накида вводим крючок, захватываем ниточку и одеваем на линейку. Делая тем самым вытянутые петельки. И затем будем их соединять в арочке по 6 петелек. Вообще можно вязать разное количество петелек, вытягивать, ну, соединять потом. То есть количество рапортов вот именно в этом узоре, в моем, будет кратно 6. Так как у меня арочки по 6 вытянутых петелек. И так мы продолжаем вязать. Когда у меня на линейке не останется места, я вам покажу, что я буду делать дальше. И так, вот место на линейке у меня уже закончилось. Как видите, уже одна, даже не одна, а две петельки у меня уже слезло. Что я делаю? Я продвигаю эти петельки для того, чтобы формировать новые. А здесь петельки снимаем. Но, когда вы снимаете, вы должны быть осторожны. Эти петельки лучше всего не трогать, чтобы за них не зацепился вот так вот крючок и не вытянул. Потому что петли эти не фиксированы. И если вы вдруг за одну петельку вытянете, то вы вытянете просто нитку, и вам придется перевязывать целый ряд. Поэтому вы вот сняли вот эти вот петельки, и они вот так вот в спокойном состоянии и должны лежать здесь. До того момента, когда мы их будем провязывать по 6 штук. И так, давайте мы продолжим вязать до конца ряда. И когда дойдем до самой последней петельки, я снова к вам вернусь, для того, чтобы показать, как уже начинать делать арочки, соединять. Довязали мы с вами последнюю петельку. И вот у нас остался здесь соединительный столбик. Вот это вот соединительный столбик. И вот здесь вот была первая наша петелька, в которую мы провязывали соединительный столбик и потом воздушные петельки. Итак, теперь нам нужно поднять наше вязание на высоту наших вытянутых петелек. У меня это 8 воздушных петелек. И мы теперь вводим крючок в соединительный столбик и вывязываем воздушные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, чтобы не мешала нам линейка, мы можем все наши петельки снять. Все. Линеечку мы отложили. Круг из вытянутых петелек мы закончили. И теперь нам нужно их соединять, в данном случае, по 6 штучек. Уберем 1. Я хочу вам показать, чтобы вы обратили внимание, как расположены вот здесь вот петельки. Одна сторона у них выступает чуть-чуть вперед. Это, как правило, правая сторона. И мы должны захватывать вот так, чтобы она, правая сторона, была спереди. 2, 3, 4. Видите, вот эта вот развернулась. Вот так вводить не нужно. Она будет перевернута, и тогда вот так вот красиво петельки не лягут. Поэтому нам нужно захватывать с этой стороны, для того, чтобы правая стеночка находилась впереди, а левая сзади. Итак, у нас 5 и еще одну. 6. Вводим крючок и провязываем 6 столбиков без накида. Так как, когда мы вывязывали первую вытянутую петельку, мы вывязывали ее вот здесь вот из воздушной. Поэтому она чуть-чуть длиннее, чем все остальные. Это только касается первой. Все остальные одинакового роста будут, одинакового размера. И далее мы продолжаем соединять по 6 вытянутых петелек и провязывать в эти арочки по 6 столбиков без накида. И так до самого конца. Когда вы провяжете последнюю арочку, вот здесь вот, когда вы провязываете последнюю арочку, вы делаете соединительный столбик в первый столбик без накида. И далее вы вяжете по узору, например, как у меня здесь столбики с накидом, потом столбики без накида и снова с помощью линейки вытянутые петельки. Либо вы можете сразу после этих арочек снова вытягивать петельки и снова соединять их в арочки. Таким образом у вас будет получаться по кругу вот такой вот снуд. Как видите, ничего сложного здесь нет. Главное, как я говорила, нужно запомнить, что нельзя тянуть за одну петельку, когда они сняты с линейки. Потому что тогда вытянется полностью вся ниточка, которая ушла на вывязывание этих вытянутых петелек. Ну что ж, вот и все. Долго задерживать не буду. И так много наболтала. Если непонятно, задавайте вопросы. Но я думаю, объяснила доступно. Все, до новых встреч. Пока-пока.